Приветствую, это утренний брифинг, сегодня 12 апреля, понедельник, и традиционно мы с вами разбираем события, которые влияют на финансовый рынок. И сегодня мы с вами пообсуждаем ядерную сделку между США и Ираном, а также, что же, собственно говоря, происходит с фондовым рынком. Очередной рост, очередные хаи, уверенный рост или все-таки задерка перед падением. Так что оставайтесь на связи и, как говорится, поехали! С начала этой недели стартует сезон отчетности в США и в России, и компании будут поочередно отчитываться о своих прибылях или убытках по итогу первого квартала 2021 года. И еще мы не знаем, какие будут отчеты, но финансовый рынок уже на максимумах, ну а если говорить конкретно, то S&P 500. Там позитив на позитиве. Вот так тут выглядит табличка рисков на рисков, где сверху мы видим достаточно уверенное движение защитных активов вверх. Еще более уверенное движение вверх демонстрируют нам фондовые индексы от S&P 500 и NASDAQ. Ну и все это дело идет не в пользу доллара США, который также с начала апреля, по большому счету, уверенно демонстрирует тенденцию на снижение. То есть фактически на рынке царит, безусловно, позитив, и по большому счету даже знакомый нам индекс жадности и страха стоит уверенно выше 50 пунктов. Что по большому счету говорит о неком позитиве, о том, что на рынке происходит риск-он. И, конечно, со всех разных источников мы с вами получаем информацию о том, что вот-вот все это дело лопнет, рынок сильно перегрет. И каждый раз, чем выше рынки стремятся вверх, тем больше информации о том, что все это скоро, конечно, закончится. Я, честно говоря, не из армагеддонщиков, да, я соглашусь в какой-то степени, что рынок перегрет. Во всяком случае, мы видим с вами рекордные значения пинаидом в том же самом S&P 500. Я могу согласиться с тем, что в фондовом рынке есть все признаки пузыря. И, конечно, он когда-то лопнет, но никто не знает, когда это произойдет. И давайте говорить, будущего вообще никто не знает, так что можно лишь только предполагать. Но точно понятно и точно известно, что когда фондовый индекс, когда рынки находятся на максимумах, изо всех щелей идет информация о том, что все скоро гранты. Это вот точно. И, знаете, на самом деле это работает. Это работает, потому что страх продается больше. Ощущение и страх того, что вот-вот все скоро лопнет, оседает в умах трейдеров намного эффективнее и намного сильнее, чем каждый раз я буду, например, говорить вам о том, что все хорошо, что финансовые рынки подрастут. И вот взять, например, последние данные отчета от CFTC. Это отчет количества чистых спекулятивных позиций, то есть тех трейдеров, спекулянтов, которые торгуют S&P 500. И мы видим с вами в очередной раз, что их совокупное значение отрицательное. То есть минус 45 тысяч. Это о чем говорит? Это говорит о том, что в целом спекулянты по отношению к S&P 500 находятся в шортах. При этом стоит отметить, что эти данные публикуются за период с 31 марта по 6 апреля. Если мы с вами посмотрим на S&P 500, то увидим, что с 31 марта по 6 апреля S&P 500 вырос на 3%, даже более чем на 3%, при этом показал абсолютно рекорды, при этом показал абсолютно максимум. То есть, другими словами, спекулянты, находясь в коротких позициях, в ожидании вот-вот краха, вот-вот лопнет, получают по стопам или по маржин колам в результате обновления новых максимумов, новых хаев, и тем не менее продолжают шортить, в ожидании вот-вот разорвет, вот-вот все упадет. Кстати говоря, это неплохо работает. И, знаете, картина прямо вот шикарная. Шикарная, то есть, они шортят, их стопы, их маржин колы наверху, и каждый раз по характеру движения того же самого S&P 500 мы видим, как этих хомячков постоянно убивают, но они продолжают, все-таки есть свой кактус. Но я не скажу, что этот рост конкретно фондового рынка, конкретно S&P 500, какой-то задерганный, да, то есть, это не всплеск перед падением. Во всяком случае, об этом говорят индикаторы, тот же самый индикатор волатильности. Индикатор волатильности ВИКС, на секундочку, обновил минимумы и достиг до ковидных значений. Сейчас он составляет 16,7, и на минуточку это данные совпадают с 21 февраля, с тем днем, когда вообще, в принципе, не было никакого падения на самом-самом верху. Конечно, вы сейчас скажете, что, ну вот же, оно же обвалилось, все это дело выстроило, так что и здесь сейчас повторение истории, я не буду спорить. Вполне возможно, что это произойдет сегодня, вполне возможно, что это произойдет до публикации этого брифинга, но давайте не будем армагеддонить. Давайте, конечно, полагать, что провал может состояться, но в целом, честно говоря, я не вижу никаких предпосылок к тому, что этот пузырь, да, лопнет вот прям здесь, здесь, сейчас, сейчас. Хотя, конечно, появляются некоторые негативные события. Вот, например, взять ту же самую Алибаба. Регулятор Китая все-таки оштрафовал Алибаба на 2,78 миллиарда долларов США. При этом причиной штрафа стало нарушение антимонопольного законодательства. Алибаба был оштрафован на 4% от объема продаж в 2019 году на территории Китая. 2,78 миллиарда, много это или нет? Если мы с вами посмотрим на то, как отчиталась компания Алибаба, да, то по итогу за 2020 год чистая прибыль этой компании составляет 22, практически с половиной миллиарда долларов. Так что, другими словами, у Алибаба отнимают, ну, практически 12% чистой прибыли за 2020 год. И надо сказать, что Алибаба с этим согласна, по большому счету. Однако, все равно, я думаю, что акции этой компании на открытии могут завалиться. Кстати говоря, они заваливаются достаточно уверенно, достаточно четко. 225 это тот уровень, за который фактически акции боролись-боролись. Ну, наверное, ничего ошибко позитивного мы не увидим. И, не знаю, 200 дадут или не дадут. Но, в целом, я оцениваю эту компанию как, ну, в какой-то степени неубиваемую. То есть, по большому счету, с ней ничего не будет. И если будут раздавать вдруг по 200, то я буду разбирать по эти самые 200. Штрафы оплатят, ничего страшного. Работать они умеют, посмотрите на отчеты. Постоянная прибыль, постоянная... Ну, морщит маленько государство. Бывает с кем? Не бывает. Продолжается история про ядерную сделку США и Иран. В минувшую пятницу состоялся очередные переговоры в Вене. И надо сказать, что, например, консультации в Вене по иранской ядерной сделке показали, что прогресс на этом направлении возможен, как пишется в СМИ. Но при этом Тегеран по-прежнему не видит необходимости в прямых контактах с США. И вспоминаем, да, историю между США и Ираном. США наложили санкции на Иран. И вот Иран требует этой отмены. И, честно говоря, здесь никаких, на самом деле, новостей вообще, в принципе, нет. Мы с вами получаем информацию только о том, что все позитивно, все хорошо. И о том, что переговоры продолжаются. Будут продолжаться с сегодняшнего дня, с 12 апреля. Возобновляются эти переговоры. На 14 апреля тоже какие-то важные мероприятия. И рынок находится, на самом деле, в ожидании. То есть, по большому счету, посмотрите, как торгуется нефть. Никак. Она что четверг, что пятницу. Вообще просто без каких-то движений. Полтора процента вверх, полтора процента вниз на, так сказать, этих событиях. Соответственно, здесь в целом я бы ничего нового не ждал. То есть, провал может, конечно, состояться. Если там вот эти вот переговоры, скажем так, пойдут не в хорошем, не совсем хорошем ключе. Но, тем не менее, рынок нефти я, честно говоря, оцениваю более как не менее позитивно. И думаю, что отметки 64,07 мы с вами можем достичь в какой-то перспективе. А если состоится провал, да еще и вдруг он будет там в районе 54,70, 51,30 по WTI, то я бы провал бы тоже, на самом деле, подбирал бы. В целом экономика восстанавливается. Это видно и по спросу, и по ценам на сырье. И нефть здесь тоже не исключение. В нефте марки Brent, по большому счету, такая же идея. То есть, это 66,75. Тоже, я думаю, можно ждать какого-то Армагеддона по ценам на нефть. Я здесь не жду. Но, тем не менее, 57,40, 54,30. Это то место, где, если цена окажется, можно тоже, на мой взгляд, будет подбирать. Хотя настроения, безусловно, могут измениться, давайте так говорить. Тем более, что на этой неделе мы с вами увидим ежемесячный отчет ОПЕК, из которого сделаем вывод, находится ли рынок нефти по данным ОПЕК в дефиците или находится он в профиците. Есть все-таки изменения в сделке картелем ОПЕК. Поэтому обязательно следим за этими событиями. Ну, а я эти вещи буду писать в телеграм-канале. Ссылка на него есть в описании. Ну, и здесь на экране вы тоже видите прямую, так сказать, ссылочку. Хотя, опять же, да, цены на нефть как бы 2-3 дня находятся на своей минимальной волатильности. Но индекс волатильности есть и такой для нефти, да, индекс ОВХ. Я бы не сказал, что он находится где-то там над ним. 37, отметочку не достигаем. То есть, значение 16-го, 17-го марта тоже не достигаем. Так что все равно участники рынка хоть и не расторговывают по-хорошему сами цены на нефть, да. То есть, в ожидании чего-то. Но, очевидно, что путы не сбрасывают. То есть, все равно потихонечку опасаются появления будущей волатильности. Засечем этот момент. На прошлой неделе неплохо отчитались АФК-система. Значит, выручка компании выросла на 5,7% от года к году и составила 691,5 миллиардов рублей. Компания, на самом деле, очень хорошая. Компания, которая неплохо, скажем так, заработала, да, и неплохо выстроила на IPO. Что, собственно говоря, отмечается в отчете. Кстати, отчет более детально вы сможете посмотреть, например, в Telegram-канале. Опять же, да, вот так тут он примерно выглядит. Ссылка на Telegram-канал есть в описании к этому видеоролику. Компания продолжает искать новые точки роста, используя в качестве инвестиционного ресурса значительный объем дивидендных поступлений от их портфельных компаний. И надо сказать, что впереди IPO в Сегежа Групп. Поэтому, честно говоря, про АФК-систему можно говорить только лишь позитивно. Да, она находится на максимумах, но посмотрите, пожалуйста, даже в этом случае Пинаи не сказал бы, что он какой-то космический и, скажем так, относительно своей отрасли выглядит неплохо. Вот где не очень хорошо идут дела, так это, собственно говоря, Алроса, который по большому счету спасает государство, да, но, тем не менее, видимо, не очень-таки все хорошо было. Алрос, надо сказать, очень неплохо выстрелило по итогу 4 квартала 2021 года. Мы это с вами уже обсуждали в разборе отчетов. В правом верхнем углу будет подсказка непосредственно на этот отчет. Но четко понимаем, да, что объемы продаж за январь, февраль и март уверенно снижаются. То есть здесь какой-то негатив. Не то чтобы негатив, да, то есть вот этот вот всплеск спроса на товары для Алроса, который был в четвертом квартале 2021 года, в первом квартале 2021 года, как-то вот пошел на спад. Ну и, соответственно, акции этой компании тоже уже торгуются в районе 100 рублей, что не сказать, что как бы дешево. И я думаю, что кто побаивается держать Алросу дальше, да, ну, наверное, может быть, особого смысла и нет ее там удерживать, да, фиксируем прибыль, если она так и есть. Хотя, хотя, конечно, я буду продолжать держать, потому что горизонт инвестиционный большой, в целом ничего не изменилось. Акции могут действительно снизиться, потому что спрос падает на их товар, да. Ну, в случае продажи мы это четко видим, но Алросу будут спасать. Алросу покупает в Гохран само государство. Так что здесь будет все нормально, здесь все будет хорошо. Событий на сегодня на самом деле практически никаких нету. НЛМК, наверное, только отчитывается публикация производственных, да, всего лишь навсего результатов. Так что все должно быть плюс-минус спокойно. Вот статья о Пульс рынка. В правом верхнем углу есть ссылка на видеоролик Пульс рынка. Из него вы сможете узнать, на какие важные события на этой неделе стоит обращать внимание. Но сегодня, судя по всему, отыгрываем события в выходных и так далее, и так далее. Ну, и двигаемся к графикам, какие идеи там. Начинаем традиционно с европейской валюты. Здесь у нас на самом деле никаких серьезных изменений нету, да. По большому счету мы так и торгуемся в районе 1,19, 25, 1,18, 60. И каких-то поползновений нету. Есть, вернее, в пятницу провел я, значит, большой, вернее, народный обзор. Кто не в курсе, посмотрите, в правом верхнем углу ссылка на эту прямую трансляцию есть. Вот по пятнице мы такие вещи будем проводить. И там есть идея не только, например, про евро и про фунт, то, что вы, в принципе, там спрашивали постоянно, да. То есть там все это дело генерируется. И есть же еще Briefing Insight, да, тоже прямая трансляция для спонсоров канала. Тоже в правом верхнем углу есть соответствующая подсказка на уже опубликованную трансляцию. Там есть уже конкретные, скажем так, идеи с постановкой стопа, тейка, все как мы любим. Да, то есть и про фунт есть, и, по-моему, про евро-франк там есть идея. Так что, что называется, welcome to, да, в том числе. Но здесь, если говорить про основные инструменты, да, то по евре, я думаю, что пока делать выводы рано, можно предположить, что давление, движение вверх это основное движение. И если мы увидим падение в сторону 1.18.20, 1.17.75, можно попробовать поработать вот в этом боковике. То есть, грубо говоря, как-то откупаем. Но продолжим, продолжим ждать импульсы вверх 1.19.25, и, может быть, даже дойдем 1.20.20. Сейчас пока все стабильно, сейчас пока все спокойно. И вполне возможно, что такая стабильность, такое спокойствие будет до соответствующих публикаций, да, индекс потребительских цен. То есть, уровень инфляции публикуется для еврозоны и для США на этой неделе. Там, возможно, будут какие-то сюрпризы. Ну, а так здесь пока идеи все те же самые. Наш российский рубль за пятницу, доллар к рублю, подрос. И это то движение, которое мы ждали. Правда, конечно, хотелось бы увидеть какую-то более-менее коррекцию. Если мы с вами посмотрим на график тот же самый, значит, где собраны индекс доллара, цены на нефть черные, индекс РГБИ синий и рубль к доллару, красный в данном случае, да, то мы сами увидим, что по большому счету вот это вот укрепление рубля, которое мы обсуждали с вами на прошлой неделе, оно так и ничем не было обосновано. Ни ростом цен на нефть, ни ослаблением доллара там, да, и каким-то существенным, да, ни ростом цен на государственные наши облигации. Взять и поизучать этот график вы можете самостоятельно. Традиционно я в описании к этому видеоролику даю ссылки на все эти материалы, так что я думаю, за это под видосом можно поставить лайк, да, и написать пять слов в поддержку канала в рамках комментариев, ну, или какой-нибудь вопрос туда запиликать, если они у вас есть. Ну, здесь вернемся к идее о том, что российский рубль все-таки, на мой взгляд, будет дешеветь, да, и отметочка в Сижске 79 тысяч не за горизонтами. Может быть, даже 80-800, если какие-то санкции или еще какие-то неприятные вещи, которые, не дай бог, произойдут там на территории ДНР, ЛРНР, в общем, все это вещи там геополитические риски, да, на самом деле, очень большие, и оттуда может прилететь, ну, и, соответственно, прилететь по рублю. Так что, может быть, сегодня будет какое-то дополнительное дно, я бы не спешил бы брать, грубо говоря, по этим ценам, да, искал какие-то более интересные моменты, но, что называется, следим внимательно за геополитикой, постараюсь, если что, интересные вещи скидывать, конечно, в телеп. Доллар к рублю, соответственно, тут то же самое, 76-60 пощекотало, и отметочка 78 может быть достигнута, 79-80, соответственно, при наличии реализации каких-то неприятных геополитических санкций, так что здесь, вот, еще раз говорю, да, вот это вот укрепление рубля не совсем понятно, не совсем справедливо. Евро-рубль, ну, то, что он выстрел вверх, ожидаемо, это понятно, 92-50 мы тоже с вами можем увидеть. Обращаю ваш внимание на то, что российский рубль дешевеет, да, при том, что даже дешевеет доллар США, мы с вами смотрели. И это, кстати, четко прослеживается на графике вот этом, который я ранее показывал, посмотрите внимательно, доллар США, индекс доллара, здесь он инвертированный, да, то есть доллар дешевеет, что, по идее, вот эту вот красную линию, да, рубль, должно подтягивать вверх, но этого не происходит. У нас с вами с начала апреля, да, дешевеет доллар, а рубль, здесь он красный, дешевеет по отношению к доллару, да, то есть вот вам, пожалуйста, насколько слабая наша национальная валюта. Если бы доллар начал дорожать, грубо говоря, здесь сейчас, то вот эти вот все процессы по доллар-рублю, по евро-рублю в целом, да, они были, на самом деле, ускорились. А в индексе S&P 500, который постоянно растет, ну и пусть себе растет, 4100 ожидалось, увидели 4150, тоже можем увидеть, вспоминаем, да, значит, к тому, что мы обсуждали с вами 8 апреля, что S&P 500, а, нет, это в большом, в народном обзоре мы с вами разбирали, что S&P 500 будет, начнет свой разворот, да, тогда, когда вы его купите. Поэтому по большому счету, не знаю, в каких там позициях находите, но очевидно, что вы его еще не начали покупать по самым-самым хаям. Если говорить про технику, 4075-4043 выглядит неплохо, с точки зрения какой-то поддержки, какого-то объема, поэтому давайте пока будем с вами, не будем армагеддонить и предположим, что эта тенденция сохранится, тенденция вверх сохранится и, может быть, через какие-то откаты, а может быть, без откатов все-таки 4150 мы с вами вполне можем увидеть. Но если вдруг что-то пойдет не так, отчеты или еще какая-то геополитическая хрень экономическая, да, и S&P 500 завалится под 4043, тогда уже можно будет говорить о том, что настроение на этом рынке продолжает, ну, начинает меняться и, может быть, надо будет выходить, как минимум, с их длинных позиций, если они будут, да, или прекращать на этот инструмент думать, как чисто бычий. Ну, а в плане утреннего брифинга, да, если цена закроется где-то здесь, тогда будем уже рассматривать какие-то другие идеи, может быть, покупки, может быть, продажи, в общем, все через коррекцию, что называется. В NASDAQ, обращаешь внимание, она тоже весь на позитиве, и от поддержки до сопротивления, таки мы с вами доехали, 13900 может ли быть перехай? Вполне-вполне. Здесь бы я обратил ваше внимание на 13500, вот на такую, на торговочку, действительно очень интересная, и в целом вот этот рост не был нами чем-то неожидаемым, да, то есть я уверен, что есть люди, которые набирали, если вы мне сейчас слышите, то я думаю, что вот 13500 это то место, под которое можно переместить стоп в безубыток, почему? Потому что если мы окажемся ниже, чем 13500, так же, как и в случае по аналогии с S&P 500, да, то настроения явно сменились, ну а так, в принципе, можно получить перехай. Не забываем, что S&P 500 и шортят, и по большому счету NASDAQ тоже шортят, а это значит, что где-то здесь выше, чем 13900 есть стопы и маржин-колы шортящих, вот, так что здесь вполне возможен выстрел, импульс, все как мы любим. Плохо себя чувствует индекс РТС, но, в принципе, ожидаемо плохо, да, значит, четверг все-таки оказался днем коррекционным, как и предполагалось нами, и 142 200 было задето, хотя запрыгнуть здесь в короткие позиции, как мне кажется, крайне-крайне сложно, потому что здесь мы были там буквально там полчасика, да, и движение вниз-таки реализуется. Значит, если вы опоздали запрыгнуть здесь, ни в коем случае не запрыгиваем здесь, потому что тут до цели, да, 138 и 135, в принципе, не так уж и далеко. Если вдруг доллар-рубль начнет укрепляться, здесь мы тоже увидим, если в доллар-рубле второе дно, да, то здесь как бы второе максимум, так что вот такая коррекция тоже вполне возможна. Ну, а те, кто смогли зацепиться вдруг по каким-то причинам, 138 тысяч, 135, 500, я думаю, можно осмотреть как хорошая цель, и да можно даже стопы ставить в безубыток. Ну, в вашем случае нефть, второе дно лучше не ждать, вторую вершину можно не ждать. Цены на нефть мы уже, в принципе, обсуждали в рамках этого брифинга, но если коротко, да, волатильность на минимуме, рынок нефти чего-то ждет, очевидно, чего-то ждет. Я не знаю, это США, Иран или еще чего-то, да, но в целом волатильность на минимуме ничего пока не влияет. Посмотрим, почитаем отчеты ОПЕК, посмотрим, до чего договорятся или не договорятся США с Ираном, будут ли сняты санкции или не будут сняты санкции, но судя по СМИ, на самом деле, за иранской нефтью уже выстраивается очередь, да, то есть Индия уже готова покупать иранскую нефть, то есть Ирану просто-напросто нужно, чтобы США с них сняли санкции, и вот, пожалуйста, значит, 2 миллиона баррелей в день в течение последующих 2-3 месяцев, как заявляет сам Иран, да, выплеснется на рынок, это, конечно, негативно, но посмотрим, как на это отреагирует, как минимум, цен на них. Пока, пока все достаточно позитивно, я думаю, что мы можем увидеть и какой-то рост, да, или через коррекцию, если будет какой-то негатив. В бренде мы уже тоже сами рассматривали. Цены на золото, здесь вот интересно посмотреть, значит, то же самое, 1735-1723 сможет сработать как поддержка. Нами предполагалось в народном обзоре, да, что у нас тут будет своего рода какой-то флет, поэтому торговаться здесь, я думаю, можно. Если кто-то в пятницу запрыгивал на вот этом падении, ну, сидим, ждем 1750 цели, да, то есть вполне возможно, что мы здесь по флетим. Но золото я не рассматриваю как серьезно в долгосрок, поэтому если мы закрываемся, значит, 1723 ниже, да, то с отката, я думаю, можно переходить в стратегию такую шортящую. То есть пока флет, но если что, шорт здесь более-менее в приоритете. Ну, а по акциям мы, в принципе, с вами все рассмотрели. Вот такая вот у нас запланирована торговая неделя, которая, в принципе, про сезон отчетности. Банки начинают отчитываться, Delta Airlines начинает отчитываться. Посмотрим внимательно со своей стороны. Попробуем записать видосы по поводу того, как отчитываются компании. Есть ли в них перспектива или нет. Так что есть соответствующий плейлист, он так и называется, «Разбор отчетов». Значит, подписывайтесь на него, отмечайте все видео колокольчиками, чтобы, так сказать, все это дело не пропустить. Ну, а утренний брифинг теперь уже завтра, 13 апреля, во вторник. Как всегда, не забываем.